Медвежьи бои, как оказалось, не такая уж и редкость для жителей Косихинского района. В последнее время косолапых можно встретить не только в лесу. Животные выходят на поля, к дорогам и даже к домам, совсем не боясь людей. Картина мишки в Косихинском лесу явление последних пяти лет. Местные говорят, что раньше в этих местах медведи не обитали. Кормовая база в этом районе для них не очень хорошая. Но тем не менее, косолапых здесь видели и уже даже прогоняли из населенных пунктов в лес. Хотел собраться на озеро. Здесь есть озеро такое, ну вот, недалеко за Косихой. Там проходили два медведя. Волки были еще, да, мы еще в школе когда учились. Последние, наверное, в 69-м году убили, 70-х где-то. А так про этих вообще медведей не слышно было. А как вы думаете, почему они пришли? Может, где горело. Горит-то много. Вот когда сильно, несколько лет назад, тайга горела. Тогда пришли. А вот вы же здесь наверняка живете давно, да? Всю жизнь. То есть вот раньше не было медведей? Нет. По этим кадрам видно, что медведи не просто случайно зашли в Косихинский район. Они здесь размножаются. На видео еще совсем медвежата. Специалисты говорят, что они родились в прошлом году. Видимо, эмиграция произошла. Может быть, бескормится. В Горном Алтае, либо в Салаирской тайге где-то. Они стали появляться у нас. Стали грабить, разорять пасеки. Первые жалобы появились от пасечников именно вот с этой стороны. Затем стали их наблюдать механизаторы наших сельскохозяйственных предприятий. Когда комбайн едет к Косе, впереди сидит медведь. Зерна овса сдирает их, поедает их. Ну, когда-то они так были. Приопские бары, это вообще приопские бары. Ну, не 40 лет назад, не знаю, там, может быть, какое-то историческое время. Может, они начали расселяться с Салаира. Представляют ли они опасность? Ну, вероятно, как бы для человека все-таки мало представляет опасность. А вот для какого-нибудь хозяйства, для домашнего скота, для тех же пчеловодов могут представлять опасность. Поэтому количество косихинских косолапых в будущем могут регулировать. Но пока большого вреда мишки не наносят. И в защиту медведей нужно сказать, что на людей они не нападали. Да и сами жители Косихинского района, похоже, не против такого соседства. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.